Бизнес и банки Мы начинаем нашу программу и сегодня наш гость в студии, директор дирекции розничного бизнеса Московского кредитного банка Алексей Косяков. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Андрей. Алексей, традиционный первый вопрос. Расскажите несколько слов о банке. Московский кредитный банк – это крупный банк Московского региона, универсальный, предоставляющий полный спектр услуг как к физическим, так и юридическим лицам. В минувшем году нам исполнилось 20 лет. Мы вошли в 20 крупнейших банков по итогам 2012 года. Активно развиваемся, активно увеличиваем кредитный портфель и активно работаем с физическими лицами. В Московском регионе мы представлены более чем 60 дополнительными офисами, которые предоставляют услуги, любые услуги населению. Конечно, наши главные продукты – это розничное кредитование, в котором мы достаточно хорошо себя позиционируем. Розничные активы банка по итогам года превысили 50 миллиардов, и мы являемся одним из законодателей МОД, можно так сказать, в некоторых продуктовых направлениях. Алексей, вы подвели очень впечатляющие цифры. Можно чуть подробнее о линейке продуктов банка в целом? В целом, как я говорил, банк является универсальным. Если говорить о работе с физическими лицами, то кредитный портфель банка состоит как из необеспеченных кредитов, потребительских кредит, кредитной карты, так и из обеспеченных кредитов, автокредита, ипотека. Мы предоставляем все услуги нашим клиентам, то есть зайдя в наш офис, можно получить любую услугу, любой кредитный продукт. А вы представлены только в офисах или вы работаете где-то в точках продаж, в торгово-сервисных предприятиях? По потребительским кредитам мы работаем только в наших офисах. Если говорить про автокредиты, если говорить про ипотечные кредиты, у нас есть партнеры, с которыми мы активно работаем. Также у нас есть крупный партнер, о котором мы, наверное, чуть попозже поговорим, банкируч, через который можно также подать кредитную заявку. Обязательно поговорим. Алексей, то есть основные ваши продукты – это кредиты? Да, совершенно верно. И в основном розничные. Согласны ли вы с прогнозами аналитиков по замедлению темпов роста потребительского кредитования в России? Ну, в целом, если смотреть на 2013 год, то прогнозы аналитиков расходятся. Кто-то говорит, что мы увидим замедление темпов роста, кто говорит, что темпы роста не будут замедляться. Мое мнение, что все-таки первую половину года мы достаточно активно проработаем, темпы роста не будут падать. По итогам года мы покажем результаты примерно плюс 30% по рынку. Если предыдущие мы закончили где-то около 40%, то этот год будет чуть медленнее. Вторая половина года, скорее всего, будет замедление. Мы видим уже спад потребительской активности на некоторые товары длительного пользования, на новостройке, в том числе на автомобильном рынке, некие негативные тенденции. Но, опять же, это нельзя назвать негативом, это небольшое замедление темпов роста. Скажите, а вот это приращение 30% оно с чем связано? С тем, что приходят новые клиенты, кто никогда раньше не брал кредиты? Или существующие клиенты кредитуются больше? Или, может быть, какие-то еще причины? Если мы посмотрим, в принципе, на наш рынок исторически, то по отношению к ВВП, розничный портфель банков, он составляет примерно 10%, 10-12% уже подрастает. Если мы посмотрим на страны Восточной Европы, то это 25-30%. Можно сказать, что наш рынок, он еще очень сильно отстает от Европы и очень сильно разнится. Есть клиенты, которые активно пользуются кредитами, у которых есть достаточно большая задолженность, но есть большое количество клиентов, которые, в принципе, ни разу не пользовались кредитными продуктами банков. Потенциал есть как в одном направлении, так и в другом. Планируются ли новые розничные продукты? Мы для себя выбрали главный продукт, это потребительский кредит, с которым связано дальнейшее развитие розничного бизнеса и карточные продукты. Здесь банк будет развиваться активно, предлагать новые идеи, новые продукты, новые предложения, новые услуги. То есть на сегодняшний день мы предоставляем нашим клиентам все больше нового сервиса. Наши кредиты стали более доступными, более удобными. Недавно мы обновили линейку и увеличили максимальный срок кредита для наших клиентов. Теперь он составляет 15 лет. Потребительский кредит на 15 лет – что-то похожее на ипотеку. Но для хороших клиентов, конечно же, это плюс. Мы все понимаем, что кредиты гасятся досрочно. Но когда клиент приходит в банк, он может подобрать для себя необходимый ему платеж, исходя из длины кредита. Потребительский кредит на 15 лет – это трудно себе представить. А вот скажите, те клиенты, которые приходят к вам повторно, они меняют кредитный продукт или они продолжают кредитоваться, увеличивая, допустим, сумму кредита или снижая ее? То есть здесь какие-то тенденции прослеживаются? Если мы посмотрим на московский регион, то порядка 70% населения имеет кредитную историю. То есть клиенты знакомы с кредитами. Если мы посмотрим на банки, то каждый банк, конечно, заинтересован сохранить своего клиента. То есть есть какой-то пол клиентов, которые не принадлежат никакому банку, но все остальные клиенты уже кредитуются, либо являются клиентами кредитными, депозитными того или иного банка. Конкуренция на рынке кредитования, она возрастает, и понятно, что банки предлагают все новые и новые интересные предложения своим внутренним клиентам, дабы их удержать. У нас, конечно, тоже есть более лояльный подход к нашим клиентам, мы их любим, уважаем. У нас есть программы удержания, в рамках которых мы предлагаем нашим клиентам более интересные предложения, более удобные, можно сказать, в ценовой политике более интересные для клиентов. Поэтому наш клиент, приходя к нам, может получить более интересное предложение, более лояльный подход. Ну вот интересно, кредит – это же, собственно, несколько параметров. Это срок, на который кредит выдается, сумма кредита и, собственно, ставка. То есть то, что вы сказали, у вас есть программа лояльности, вы пытаетесь удержать. Значит ли это, что если я у вас взял один кредит, потом погасил его успешно, взял второй, третий, вы мне уже предлагаете какие-то более выгодные условия. Ну, обычно же как? Если я приобретаю товары в каком-то одном предприятии, мне выпускают какие-то накопительные скидки, еще что-то такое. Вот в банковской сфере какие-то аналоги существуют? Конечно, да. Если вы пришли в банк и хорошо погасили кредит, вы проверенный клиент, вы проверенный заемщик, у вас хорошая история. Мы знаем, как вы платите, как вы себя ведете. Поэтому и риск на вас, он, соответственно, меньше. Более того, если посмотреть на 2011-2013 годы, то это период, когда банки очень сильно перестраивают свою технологичность. То есть если мы посмотрим на кредитный продукт, есть ставка, есть ставка 25 годовых. Все знают, сколько стоят на рынке деньги, примерно. Ну, по чем приносят люди депозиты в банк? Ну, разница из них, можно сказать, маржа, да, которая частично занимается долей рисков. Но более того, есть такая вещь, как стоимость обслуживания, стоимость выдачи кредита и стоимость привлечения клиента. Вы, как клиент, обслуживающийся в банке, вас привлечь легко. У вас есть контакты в банке, мы знаем ваши потребности, мы вам можем что-то предложить. Более того, вы несете меньший риск. Поэтому, соответственно, из экономики банк может вам предложить более интересное предложение. Планируется ли анализ не только кредитной истории клиента, но и его, так сказать, потребительской активности? То есть что именно он покупает, насколько там, я не знаю, объемные покупки он, например, делает. Но вот как, если есть программа лояльности, да, то обычно это сотрудничество с какими-либо розничными сетями, да, или что-то такое. Все знают. Что-то такое, типа, не пора ли вам купить новый холодильник? Да, 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 да. Вот из этой серии есть что-то банк? Конечно, есть. Банки сегментируют своих клиентов, сегментируют клиентские базы, выявляют их потребность. Понятно, что каждый человек в определенном периоде своей жизни имеет определенные потребности. Человек закончил институт, он хочет купить машину, потом он хочет купить, обновить машину, взять ипотеку на каком-то периоде жизни. Это все сегментируется. Взяв ипотеку, клиенту нужны деньги на ремонт. Банки все отслеживают, эти программы есть, и банки предлагают специальные продукты, пытаясь это сделать вовремя. Но если интересы потребительской активности совпадают с предложением банка, то, конечно, мы получаем очень хорошие эффекты от наших программ. Алексей, вы сказали про автомобили, про ипотеку. Это сегмент обеспеченных кредитов, насколько я понимаю. Вы сказали, что ваш упор больше на потребительские кредиты, то есть не обеспеченные. В связи с чем такое? Казалось бы, вот там есть обеспечение менее рисковое. Почему банк делает ставку на потребы? Ну, опять же, наше поведение нашего человека, почему в России человек, который хочет взять автомобиль в кредит, приходит в автосалон и берет там кредит? Почему человек в России, который хочет взять ипотеку, идет в агентство недвижимости и там подает заявку? Приходит в магазин и покупает чайник, кредит в магазине. Хотя у человека есть банк, в котором он обслуживается, в котором у него есть зарплата, которую он получает. Почему клиент не обращается в банк? Конечно же, мы, банкиры, хотим приучить человека, чтобы он обслуживался в своем банке, имел всегда открытые лимиты, имел карту кредитную, хорошую карту банка и, приходя в магазин, использовал кредитные продукты своего опорного банка. И мы действуем в этом направлении, двигаемся в этом направлении. Мы открываем лимиты для своих клиентов. То есть наши клиенты, в том числе зарплатные клиенты, имеют у нас открытые лимиты. Они могут в любое время обратиться и взять у нас кредит. Одобренное предложение. Также мы выдаем активно карты. И мы хотим приучить клиентов, чтобы клиенты вначале обращались к нам, или мы помогали им обратиться. И потом уже шли в магазин покупать тот или иной товар. То есть я правильно понимаю, я вас правильно понял, что если я обслуживаюсь у вас в банке, то у меня есть уже какие-то предварительно одобренные предложения на покупку автомобиля, на покупку какой-то бытовой техники, потребительский кредит и, может быть, даже ипотеку. Совершенно верно. Многим клиентам мы делаем предварительные предложения, которые действуют определенный период, их обновляем. Исходя из той информации, которая у нас есть, если зарплатный клиент, мы видим его зарплату, можем всегда поддерживать определенный лимит в банке, на который клиент может рассчитывать. И проходя мимо автосалона, увидев красивый автомобиль, он может обратиться к нам и взять кредит на этот автомобиль. Я так понял, что даже можно не обращаться, поскольку есть предодобленные какие-то условия. Я, проходя мимо автосалона, просто захожу в автосалон и говорю, что я хочу купить автомобиль, потому что у меня уже там, мне уже условия по кредиту одобрили, мне осталось только подписать договор. Ну да, именно об этом я и говорю, что все равно подписать договор нужно. — Ну, естественно. Потому что вы обмолвились, что вы хотите приучить клиента приходить в банк, а не в точку, где он приобретает товар или услугу. Но, мне кажется, это немножко противоречит поведению клиента. Если я хочу приобрести автомобиль, то, естественно, я иду в автосалон, а не в банк. Мне кажется, логично мне в автосалоне и… — Хорошо. Вы хотите приобрести автомобиль, но у вас нет денег. О чем вы подумаете? Возьму ли я кредит? Сколько он будет мне стоить, сколько я переплачу? У вас есть родной банк, который заранее вам говорит, что у вас есть миллион рублей. Приходите, мы вам дадим миллион рублей. Покупайте автомобиль. Выбирайте любой автомобиль в любом салоне и покупайте его. Вот такое поведение мы считаем правильным. — На самом деле, если мы посмотрим на даже Восточную Европу, в Восточной Европе клиенты кредитуются в тех банках, в которых они имеют зарплатный проект. Если клиент приходит в другой банк с просьбой выдать ему кредит, то банк просит перевести зарплатный проект конкретного клиента в тот банк, где он хочет получить кредит. — Алексей, в начале передачи вы упомянули, что кредитный рынок вырастет на 25-30%. Мы хотели бы об этом поговорить, но после рекламной паузы. — Рекламная пауза. Рекламная пауза. Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем программу «Бизнес и банки». С вами в студии ее ведущий Андрей Сокулев. Это я и Вячеслав Фокин. Вячеслав. — Это я. Здравствуйте. И наш гость в студии Алексей Косяков, директор дирекции розничного бизнеса Московского кредитного банка. — Здравствуйте. — Алексей, мы остановились на том, что вы прогнозируете рост кредитного портфеля на 25-30%. Давайте остановимся. За счет чего этот рост будет происходить и поговорим, может быть, о прошлогодних показателях, а вообще о показателях банка. Как банк себя чувствует, какие планы? — В последние годы мы активно работаем на рынке розничного кредитования, развиваем продукты, услуги, дистанционные сервисы в том числе. — Вернемся немножко к дистанционным продажам. Мы уже поговорили о продажах, о том, как ведут себя банки, как снижать себестоимость выдачи кредитов. Конечно же, это перевод и выдача, и обслуживание в удаленный сервис. У нас есть сервис МКБ онлайн, онлайн-система в интернет-банк, где клиент может, не выходя из дома, подать заявку, сделать какую-то операцию, оплатить кредит, заказать карту и так далее. Понятно, у каждого банка технологичность находится на разном уровне, и количество сервисов, предоставляемых удаленно, оно разное. Но в любом случае рынок движется в этом направлении, и банки хотят, чтобы клиенты удаленно пользовались кредитными продуктами, ну и любыми другими продуктами банка. Если мы посмотрим на 2012 год, мы показали прирост по розничному кредитованию в 70%. По потребительским кредитам показатель превысил 80%. Наверное, вопрос, с чем это связано, да, закономерно? Если рынок ведет себя в среднем 40%, то мы опередили его более чем в два раза. Связано, конечно, это с тем, что мы достаточно долго готовились к открытому шагу на рынок розничного кредита, несмотря на то, что мы на нем уже присутствуем достаточно давно. Именно в 2012 году мы выпустили новые продукты, новые услуги нашим клиентам, в том числе начали активно работать и предлагать нашим действующим клиентам предодобренные предложения, открытые лимиты и так далее. Это позволило нам активно расти на своей внутренней базе, и, конечно же, это потенциал, который мы будем и дальше использовать, в том числе и в 2013 году, развивать технологичность и предлагать своим клиентам, которые уже есть в банке, более простые, доступные решения. А вот скажите, такой бурный рост клиентской базы, он не приводит ли к снижению ее качества? Конечно. Я имею в виду, естественно, вопрос такой достаточно болезненный для многих банков, вопрос невозврата. Да, наш рынок в этом плане развивается, активно развивается, но здесь главный вопрос, он связан с очень известным понятием «знай своего клиента». Кто тот клиент, кто приходит в банк? Приходит ли тот клиент, кого банк ждет, кого банк хочет привлечь, либо приходит другой клиент? Здесь мы ведем себя следующим образом. Конечно же, у нас есть сегменты клиентов, с которыми мы активно работаем и максимально пытаемся их привлечь. И наша оценка этих клиентов является достаточно хорошая. Клиенты ведут себя достаточно хорошо, и это позволяет нам очень активно наращивать портфель, не увеличивая риск в портфеле. То есть мы говорим о наших внутренних клиентах, мы говорим о зарплатных клиентах, о сотрудниках наших корпоративных клиентов, о клиентах наших корпоративных клиентов. Если мы говорим, что у нас в портфеле очень много компаний-ритейлеров, то, конечно же, их клиенты – это для нас тоже очень важный сегмент. То есть, если мы работаем с этой клиентской базой, более того, у нас сейчас недавно запустилось предложение для сотрудников государственных структур и бюджетной сферы, также этих клиентов мы активно привлекаем на кредитование. То есть, у вас фактически людей со стороны, таких людей нет? Нет, они всегда есть, но вопрос, насколько активно банк с ними работает, насколько активно банк их привлекает. Мы сконцентрированы на своих клиентских сегментах и максимально работаем с ними. С другой стороны, давайте посмотрим на эту проблему бурного роста. Не секрет, что регулятор, он с опасением смотрит на такой столь бурный рост кредитования. И, скажите, последние действия, которые предпринимает Центральный банк, они, на ваш взгляд, как? Они затормозят развитие рынка или, наоборот, его ускорят? Ну, я не думаю, что эти действия сильно затормозят развитие рынка. Регулятор дает некие импульсы рынку, банкирам о том, что лучше делать, чего лучше не делать. Понятно, что потребительское кредитование и розничное кредитование в целом будет активно развиваться. Мы будем догонять Европу и другие страны по уровню проникновения кредитных продуктов в домохозяйство. Регулятор дает понять о том, что есть клиенты... Ну, опять же, понятие «знай своего клиента». Если мы посмотрим по последние изменения 254П по резервированию, то они открыто говорят, что клиенты, зарплатные клиенты, по ним минимальные резервы и так далее. То есть мы явно прослеживаем тенденцию того, что, работая со своей клиентской базой, работая с качественным заемщиком, банк имеет качественный портфель, который он может активно развивать. То есть регулятор тоже диверсифицирует заемщика вместе с вами? Регулятор диверсифицирует заемщика, регулятор диверсифицирует продукты и услуги. Обеспеченные, не обеспеченные. Высокорисковые, менее высокорисковые. Мы посмотрим на следующие шаги, которые будут на рынке, но они все равно будут. Они будут обыводить банки, будут подталкивать банки работать со своим клиентом. Будут подталкивать банки уходить из высокого риска. Вы упомянули про дистанционное банковское обслуживание. Я, честно говоря, не уловил, в том числе в кредитном, в обслуживании кредитов. Я не совсем уловил, как эти вещи связаны. Вы можете пояснить, как кредитование соотносится с ДПО? Можно подать дистанционную заявку, я это понимаю. А дальше что? Я же все равно дистанционно обслуживать кредит не могу. В ближайшее время мы запустим новое интересное предложение для наших клиентов. Давайте мы немножко подискутируем на эту тему. О новых предложениях всегда очень интересно. Вы являетесь клиентом Московского кредитного банка. Вы обслуживаетесь в Московском кредитном банке. Вы обслуживаетесь в нашем интернет-банке. Банк предлагает вам воспользоваться кредитным предложением. Допустим, мы вам, как хорошему заемщику, даем миллион рублей. Если вы хотите его получить, вы можете зайти в интернет-банк и сделать электронное согласие на получение кредита. И деньги поступят вам на счет. Вот это то будущее, к которому мы движемся, и в ближайшее время наши клиенты смогут пользоваться такими услугами. Понятно, что когда вы уверены в том, что банк вам даст деньги, и для того, чтобы получить эти деньги, не нужно никуда ходить, а только стоит зайти в интернет, вы будете обслуживаться в этом банке, вам будет удобно, комфортно. Это я понимаю, да. Подал заявку, дал электронное согласие, а дальше... Деньги упали вам на счет. Понятно. Я их каким-то образом израсходовал. Я понимаю, что у меня долг. Дальше я могу как-то обслуживать свой кредит, используя дистанционные каналы. Конечно. Погашать кредит через интернет-банк. Более того, если мы говорим про московский кредитный банк, то в московском регионе мы имеем более 4000 терминалов. У нас достаточно большая терминальная сеть, в которой каждый клиент может погашать кредиты. Они расположены в шаговой доступности, наверное, практически в каждом районе, возле каждого дома. Поэтому с обслуживанием у нас у вас не будет никаких проблем. Хорошо. Давайте, коль скоро мы развиваем тему дистанционного банковского обслуживания, интересно было бы затронуть ваш совместный проект с сайтом Банки.ру. Можете в нескольких словах рассказать, что это? В этом году мы начали совместный проект с нашим партнером информационным порталом Банки.ру. Мы его недавно анонсировали, и первые показатели проекта показали, что он очень успешный. Очень много клиентов, посетителей портала Банки.ру обращается к нам за кредитными продуктами. В чем, в общем-то, его изюминка? В том, что мы оцениваем клиентов, публику информационного портала, как очень грамотных, взыскательных, требовательных заемщиков, с которыми удобно и хорошо работать. Поэтому мы им предлагаем некий дисконт поставки. Благодаря этому мы вместе с порталом Банки.ру предлагаем клиентам более интересные предложения по кредитованию. То есть это просто совместные предложения? Да, совместные предложения. Сама по себе идея такая нетривиальная. Обратиться, ведь можно предположить, что посетители портала Банки.ру это в основном, наверное, люди так или иначе связанные с банковской отраслью. Да. И догадаться предложить им кредит, это, в общем, мысль нетривиальная. А что конкретно вы предлагаете? Я могу заполнить какую-то формулу, заявку? Заполняйте заявку и заполняйте заявку. Как это работает? Поподробнее можно? Что нужно нам, чтобы воспользоваться? Сейчас передача закончится, да. Предложение, да, мы пойдем. Заполнить заявку на портале Банки.ру и получить скидку 2% пункта на потребительский кредит в нашем банке. Вы заполняете заявку, заявка попадает в банк, банк ее обрабатывает. Вы приходите за кредитом к нам на уникальных условиях. Алексей Ильич, идет о любом кредитном продукте банка? Потребительский кредит. Только потребительский? Только потребительский кредит. Как я уже сказал, что наше предложение достаточно интересное на рынке. Мы предлагаем срок до 15 лет. Мы предлагаем кредиты до 3 миллионов. Поэтому хорошо образованному экономическому клиенту с хорошей потребностью мы ее сможем удовлетворить. А 2% пункта, поясните, для телезрителей это 2%? 2% Это много? Много или мало для каждого, наверное, клиента и свое понимание. Но это достаточно существенный мотиватор для того, чтобы получить кредит. Мы с вами обсудили рост. И вы упомянули о том, что вы работаете над новыми предложениями, в том числе новыми кредитными предложениями, новыми кредитными продуктами. Можете пояснить, что это, что вы придумали нового, что там вообще может быть нового? Ну, наверное, мы как банк, как универсальный банк, движемся к клиенту и хотим быть тем банком, который удобен клиенту, чтобы клиент, приходя однажды к нам, оставался с нами. Поэтому большая часть предложений, она направлена на увеличение, улучшение сервиса, на дистанционные продукты, как я уже говорил, для того, чтобы можно было удобно и комфортно с нами общаться на одном языке через интернет. Также мы делаем активно специальные предложения для той или иной категории клиентов. Как я уже сказал, что мы недавно запустили на этой неделе предложения для сотрудников бюджетных организаций. Специальные предложения, специальные условия, специальная ценовая политика по отношению к ним. Это очень интересное предложение от 15-ти годовых потребительских кредит. Поэтому клиентам будет интересно. Более того, если, как я уже говорил, мы хотим приучить наших клиентов обращаться вначале в банк. Поэтому часть предложений в будущем будут также направлены на сегмент авто и на сегмент ипотечных кредитов, для того, чтобы приучить клиентов идти вначале в банк. Приучить клиентов идти вначале в банк. Вот сейчас, как раз, мне кажется, обратная тенденция во многих банках, они, наоборот, приучают клиента не ходить в банк. Делать по максимуму, совершать операции либо онлайн, либо… Я это имею в виду, чтобы обратиться в банк вначале. Не то, чтобы ногами дойти до доп. офиса. Понятно, что все банки заинтересованы в снижении себестоимости. Все банки заинтересованы, чтобы клиенты обслуживались удаленно. И чем больше проникновение удаленных сервисов, тем дешевле для банка обслуживания розничного бизнеса. Это не секрет, и банки делают максимум для этого. Мы видим яркие предложения, какие-то рекламные активности банков о том, что кредит за один визит и так далее. Все это направлено отчасти на снижение себестоимости, а от другой части на сервис. Понятно, что мы движемся в этом же направлении, предлагаем такие же подходы к клиентам, для того, чтобы с нами было удобно. Отлично. Наше время, к сожалению, подошло к концу. У вас есть возможность несколько слов сказать нашим телезрителям? Дорогие телезрители, дорогие клиенты, приходите в Московский кредитный банк. Наша продуктовая линейка удовлетворит любого клиента, даже самого взыскательного. Наши продукты и услуги, которые мы запустили в этом году, обновленные, подойдут любому клиенту. Обслуживайтесь в удобном, комфортном банке и будьте здоровы. Алексей, спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Бизнес и банки». С вами в студии были ее ведущие Андрей Сокулев, это я и Вячеслав Фокин. И наш гость в студии Алексей Косяков. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова